Свой вклад в сохранение истории вносят не только профессионалы. Жители Преображенского района еще в марте начали собирать средства, чтобы выкупить один из изящных и редких наличников, который украшал дом 19 века в Медовом переулке. Здание частным объектом культурного наследия не является, но сам архитектурный элемент был настолько хорош, что горожане решили его отреставрировать. Репортаж Юлии Богоманшиной. Этот старинный деревянный наличник теперь музейный экспонат. Не так давно украшал дом в Медовом переулке, а от исчезновения его спасли энтузиасты. Сергей Клычков по профессии инженер-строитель. Увлечен архитектурой и еще несколько лет назад заинтересовался этим изящным особняком и его историей. Даже собирал архивные материалы, чтобы подать заявку в Департамент культурного наследия о придании дому охранного статуса. Сам дом был выстроен предположительно по архивным исследованиям в 1851 году Мещанкой Пановой некори. Тогда это был небольшой участочек. И она на своем участке разместила вот такой вот двухэтажный дом. Смешанного типа их называют. Низкаменный, верно-древянный. Сергей выяснил, позднее участок с домом Пановой присоединил к своей территории владелец уконной фабрики Кудряшов. Жил ли он здесь сам, может быть его семья, точных данных нет. Но это типичный дом, построенный в конце 19 века. В Москве не так много их сохранилось, но все-таки есть. И поскольку их не очень много, они, конечно, представляют собой историческую ценность. В конце 19 века этот особняк реконструировали, надстроили. Таким он и сохранился. Статуса памятника с годами, правда, так и не получил. Сейчас это частная собственность. И недавно новый владелец решил его отремонтировать. Когда со здания сняли главное его украшение наличники, местные жители забеспокоились, что их не вернут на место. Так и случилось. На доме сейчас копии, а у оригиналов появился совсем другой хозяин. Энтузиасты решили наличник у него выкупить для музея. Объявили сбор средств и собрали нужную сумму в 100 тысяч рублей. И уже перевезли наличник, а он довольно внушительных размеров, в здание будущего музея. Изобилуют большим количеством декоративных элементов. Здесь мы видим и такие резные детали, и какие-то еще элементы. Есть несколько филенок с такими круглыми элементами. Один из них сейчас находится не на месте, но главное, что он сохранился. И теперь задача деликатно вернуть на место этот недостающий элемент и отреставрировать весь наличник. А местные энтузиасты, интересующиеся историей и архитектурой, намерены провести настоящее исследование. Дендрологический анализ дерева, выяснить его возраст и изучить все резные детали. После чего наличник станет одним из первых экспонатов нового музея в Преображенском районе. Юлия Богомашина, Валерия Сгоева, Константин Чурашев, ТВ-Центр.